Теперь давайте введем еще одно важное следующее понятие, да, это сопряженные числа. Я сначала опять разберу его на примерах. Вот оно будет играть на самом деле ключевую роль во всей лекции. Значит, ну вот вы знаете, что числа а плюс минус b корня из двух, да, называются сопряженными квадратичными рациональностями, ну, по аналогии с сопряженными комплексными числами, да, а плюс минус b. Ну вот такой вопрос, не знаю, сообразительность, а какие сопряженные числа у а плюс b корней кубических из двух? Ну, точнее, может быть, это скорее вопрос такой на эрудицию, да, потому что догадаться до ответа невозможно, надо знать просто определение, вот, ну просто вот на вскидку, как вы думаете, какой ответ? Ну а не может быть. Ну да, я просто хотел, чтобы, да, это было озвучено, да, если мы просто там банально вместо плюса поставим минус, да, вот, то это будет совсем не то. Вот, значит, здесь догадаться, конечно, невозможно, вот, для этого надо просто знать, что такое сопряженные числа. Для этого давайте поговорим вот о чем, да, а что такое вообще алгебраические числа, да. Значит, вот там число называется алгебраическим, если оно является корнем некоторого многочлена с рациональными коэффициентами, ну, не нулевого, разумеется, вот, то есть вот числа корень, которые нам встречались, корень из двух, корень кубический из двух, число и мнимые единицы, да, это все алгебраические числа, да, например, мнимые единицы обнуляется многочленом х квадрат плюс один, вот, а корень кубический из двух обнуляется там многочленом х куб минус, значит, корень кубический х квадрат минус два. Ну, вот, кстати, число х квадрат минус 17, да, оно является тоже, на самом деле, алгебраическим. Чтобы это показать, можно, например, применить многочлены Чебышова, да, хотя они не дадут там, вам, минимальные многочлены этого числа, вот, но так или иначе это тоже число алгебраическое. А вот число пи, например, они являются алгебраическим, как было доказано, ну, в конце 19 века, если меня память не изменяет, да, а первый пример трансцендентного числа был придуман уж точно, я помню, в 1844 году, Леувилен, а трансцендентность Пи, это, так сказать, теорема Лендемана-Верштрасса, это, по-моему, 1800, если я не ошибаюсь, 72-й год, вот, но вы можете уточнить, значит, то есть трансцендентные числа так или иначе существуют, вот, а вот нас интересуют сейчас с вами алгебраические числа. Так вот, у любого алгебраического числа, да, вот, у него есть какой-то вот такой-то аннулирующий многочлен, то есть многочлен с рациональными коэффициентами, корнем которого является это число. Значит, среди таких многочленов мы можем взять многочлен наименьшей степени. Вот он обычно обозначается вот таким образом, мюх с индексом альфа от х, старший коэффициент у него равен единице, вот, это вот многочлен наименьшей степени над q, над q, это значит с рациональными коэффициентами, с коэффициентами из q, вот, и корнем альфа. Значит, важно, что он неприводимый. Вот, давайте, какие у него важные свойства. первое важное свойство что он не приводит все нельзя разложить на множество вот но это совсем просто согласно если бы можно было разложить если бы не альфа от x представлялась какая подпись на g где f и g строго меньшей степени тоже с рациональными коэффициентами то чтобы мы сделали мы подставим в это равенство вместо x альфа получили бы что это произведение равно нулю а это означает что альфа на самом деле является корнем многочленной меньшей степени какой же тогда минимальный получается что это начали никак нельзя возложить другое тоже не менее важное свойство состоит в том что этот минимальный многочлен является делителем любого другого многочлена с рациональными коэффициентами с корнем а то есть смотрите если теперь это какой-то от альфа тоже равно нулю где f от x многочлен с рациональными коэффициентами обозначается вот таким образом вот отсюда следует что минимальный многочлен является делителем вот этого случайно взятого многочлена f от x вот это вот знак делимости вот это делит это вот это доказать очень легко надо просто разделить с остатком f от x на мю альфа от x вот будет какой-то неправный частный код x будет какой-то остаток r от x который имеет степень строго меньшую чем степень делителя правильно либо он нулевой вот ну мы видим отсюда что он обязан быть нулевым почему потому что ну давайте поставим в это равенство 5 вместо x альфа у нас получится здесь f от альфа здесь получится 0 а здесь получится r от альфа да но f от альфа у нас 0 правильно значит мы получим что r от альфа равно нулю потому что еще раз вот здесь 0 получается при постановке альфа и вот здесь получается ну вот значит альфа равно нулю то есть альфа является корнем еще многочлена r от x у которого степень еще меньше чем у мю альфа но мю альфа от x по определению наименьшей степени с корнем альфа поэтому другой возможности нет кроме как вот остаток должен равняться нулю это означает что f от x разделился на мю альфа от вот вот такие два важных свойства минимального многочлена вот таким образом если у вас есть алгебраическое число и если вы находите неприводимый многочлен на тку корнем который является это число то знаете значит видошли на самом деле минимальный мужчина этого числа и теперь значит вот как устроено расширение более рациональных чисел когда вы присоединяете к нему это самое рациональное число это самое лагерическое число альфа ну да да вообще я того что мы с вами прошли про корень квадратный и звук и про корень кубический вот теперь берем произвольно-алгебраическое число, минимальное многошленное у него теперь имеет какую-то степень n и тогда простое расширение как называется устроено вот так, значит это все такие линейные комбинации степеней альфа до n-1 включительно, то есть n мы уже не берем, вот, с рациональными коэффициентами, то есть смотрите, альфа в n почему так? ну альфа в n, как видите оно выражается через меньшие степени ну просто потому что альфа является корнем многочлена степени n, правильно? альфа в n это минус там, вот, все остальное а здесь будут только коэффициенты, значит, элементы вот как раз, ну вот такого вида, согласны? вот, потому что альфа в n потому что минимальное многочленное имеет степень n вот, значит, таким образом когда вы будете раскрывать скобки, перемножая два выражения такого вида у вас, так сказать будут степени альфа будет альфа в степени больше, чем n правильно? при раскрытии скобок но все такие степени бредополучно можно выразить через выписанные степени вот, поэтому это множество замкнуто относительно умножения то есть это все обобщение того, что было и вот как обычно нетривиально доказать, что это множество замкнуто относительно деления но это делается, в общем, совершенно аналогично тому, как было сделано на предыдущем слайде с корнем фигическим из двух вот, вся та же самая наука только вместо х куб минус 2 надо взять минимальные многочлены числа альфа вот, и воспользоваться там их значит в период излиминателя он взаимно прост с таким многочленом вот значит, подробно я сейчас на этом уже останавливался не буду значит, важно, что вот это вот поле вот это вот как устроено наширение полученное присоединение нормативное вео к которому вы привыкли в школе, да? а это на самом деле любое множество которое устроено математически так же как вот это уже геометрическое множество геометрических векторов то есть это множество некоторое множество элементов элементы которого вы можете называть векторами вот хотя это совершенно не обязательно какие-то такие стрелочки да и точки просто как какое-то множество элементов которые можно складывать и которые можно умножать на на числа будем говорить на элементы некоторого поля вот значит и выполнены все стандартные аксиомы которые вы привыкли работая с То есть вот плоскость, пространство, размерность может быть сколь угодно высокая и даже бесконечная. Ну вот Q от α, то, что выписано, это то, что называется n-мерное векторное пространство над Q. И вот как раз степень α вплоть до n-1 включительно, начиная с нулевой, то есть с единицы, да, это, как называется, базис этого пространства. То есть несложно показать, что запись любого элемента этого поля вот в таком виде однозначно, единственная. То есть коэффициенты А0, А1 и так далее проциональные определены однозначно. Ну это вот потому, что α минимальный мегашлет, это несложно показать. Значит, и вот в нашем докладе ключевую роль будет играть какой случай, когда в качестве α мы берем как раз-таки корень 17 степени из единицы, да. Вот сейчас мы к этому подойдем, но прежде давайте вернемся к сопряженным числам, да. Вот чтобы определить сопряженные числа, и в частности, чтобы ответить вот на этот вопрос, да, какие сопряженные вот у этого числа, А плюс Б корней кубических из двух, нам нужно с вами, значит, понять вот что. Нам нужно как раз знать, что такое минимальное многочленное. Ну вот это мы уже знаем, и теперь мы можем определить сопряженные числа. Значит, вот сопряженные к алгебраическому числу, это просто все корни минимального многочлена этого алгебраического числа. То есть вот у вас число α, вы берете его минимальный многочлен. Вот здесь важна основная теория алгебра, да, которую я упоминал, что всякий многочлен можно, на самом деле, над полем комплексных чисел разложить на линейные множители. То есть у него обязательно есть n корней в 1 степени многочлена, ну там, с учетом кратности. Корни будут быть кратными. Ну, минимального количества кратных корней быть не может, потому что он не приводит. Вот, значит, вот α1αb, все корни этого многочлена, это называется сопряженные к числу α. То есть вот все алгебраические числа можно как бы разбить на такие классы эквивалентности, на классы сопряженных друг к другу чисел. Ну, например, какие сопряженные там у числа 5? И сколько их? Да, у числа 5. Какой минимальный многочлен у числа 5? x-5. x-5, да, то есть сопряженных там нет, правда? То есть оно одно единственное к себе сопряжено. Значит, то рациональные числа, это числа, у которых минимальное количество имеет степень 1. Вот, квадратичные рациональности, это следующий этаж, да, там два сопряженных, значит, вот они имеют вид а плюс-минус b корней вот из какого-то числа, да, когда вы присменяете квадратный радикал. А вот это, к примеру, следующий, да, следующий этаж, вот, x3-2, кубический многочлен, вот, он имеет три комплексных корня, которые вот выражаются с помощью комплексных корней из единицы, да. комплексные корни из единицы, как мы уже поняли из формы муалта, да, вот они. Это вот такой вот значок эмблемы Мерседеса. 1 епсилон епсилон квадрат, вот, епсилон будет выписан на доске, чему равно. Вот, и если мы растянем эту картинку в корень кубический из двух раз, то мы получим в точности все корни двучленных x3-2. Вот это сопряженные числа. Вот, ну и теперь, наверное, понятно, ну, по крайней мере, уже можно догадаться, какие сопряженные будут вот у того самого числа а плюс b корней кубических из двух. И мы даже ответим на более важный вопрос, на более общий вопрос, а именно, какие сопряженные будут вообще вот у такого числа. То есть мы еще присоединим сюда третье слагаемое, c корней кубических из четырех. Вот это вот, вот это важный момент, собственно, на нем, можно сказать, основана доказательством, как догадаться до построения правильного семнадцатиугольника. Значит, вот смотрите, если задать вопрос, какие сопряженные у числа а плюс b корней из двух, да, а и b по умолчанию рациональные, то вы что сделаете? Вы вместо корней из двух подставите сопряженные к нему, а минус b корней из двух. Корень из двух и минус корень из двух, они сопряжены. Вот, они имеются корнями вот такого многошинга. Вот, если вы теперь возьмете а плюс b корней из двух, да, и возьмете еще c корней из четырех, которые я напишу специально вот там, в квадрате. Вот. Чтобы найти сопряженные, надо на самом деле сделать, ну, то же самое. Надо вместо корней из двух сюда и сюда подставить все возможные сопряженные вот к этому же самому числу, это корень кубический из двух, которые были выписаны, да, вот они там наверху. Вот, это корень кубический из двух. Корень кубический из двух умноженный на ε, то есть это один корень кубический из единицы, а также на ε квадрат. Вот, оказывается, так мы получим все сопряженные уже вот к такому числу. Уже вот к такому числу. То есть вот как выглядят эти самые сопряженные. Ну, здесь важно, так сказать, отметить что? Что, во-первых, эти числа не всегда вообще иррациональны, да? Есть вырожденный случай, когда b и c, скажем, равны нулю, и тогда перед вами просто три раза выписано число a, правда? Ничего страшного, так бывает. Но, то есть, ну, пожалуйста, просто три раза выписано одно и то же число. Вот. Значит, вообще говоря, конечно, эти числа иррациональны и различны. Это там несложное упражнение показать, при каких условиях на b и c это будет так. Вот. Значит, ну вы видите, да, что действительно, что я сделал? Я вместо корня кубического из двух во второй строчке подставил, умножил его на епсилон, да? Вот видно, да? Поэтому тут получается, соответственно, епсилон квадрат. Так. А в третьей строчке я умножил на епсилон квадрат. И вот здесь, когда в третьем слагаем корень кубический из четырех, это квадрат корня кубического из двух. Если его умножить на епсилон квадрат, то в квадрате это будет уже епсилон четвертый. А епсилон четвертый даст епсилон, потому что епсилон в кубе это единица, так? То есть вот вы видите, что здесь умножается на ипсин, на ипсин квадрат, а здесь наоборот, на ипсин квадрат и на ипсин. Но как это доказать? Часто бывает так, что доказывать проще на примерах, а на самом деле иногда и не на примерах. Иногда лучше сформулировать просто общую теорему. И общая теорема выглядит вот как. Значит, вот как выглядят сопряженные числа к числу вот такого вида. f от альфа, где альфа это многочлен над... Это ключевая теорема всей лекции. Вот на ней основано построение правильного семнадцатиугольника. Мы описываем просто, как выглядят сопряженные к любому элементу простого расширения. То есть вот у нас было расширение, полученное при соединении к полюциональных чисел какого-то числа альфа. И мы с вами знаем, как выглядят все элементы этого расширения. Это все многочлены от альфа с функциональными предписями. Вот мы взяли какой-то один элемент отсюда, так? И хотим понять, как выглядит сопряженный. Ну вот, оказывается, ответ очень простой. Надо взять все сопряженные к числу альфа. То есть минимальный многочлен числа альфа. Это х минус альфа один и так далее. Х минус альфа н. Это означает, что это сопряженные с альфа. И просто начать их подставлять вот сюда, вместо альфа, в этот многочлен f от х. Это все сопряженные с f от альфа. Так, ну и я подчеркну, конечно, что одно из сопряженных это исходное число. Вот часто нумеруют так, что альфа это альфа один. Число сопряжено самому себе. Значит, еще раз, как мы уже видели на примере, в каких-то случаях здесь могут быть повторы. Правильно? Вот здесь могут быть повторы. Но важно, что никаких других сопряженных нет. И здесь выписаны все сопряженные. Вот. Значит, ну давайте попробуем эту теорему как-то доказать. Может быть, хотя бы в одну сторону. Вот. Значит, в одну сторону я утверждаю, что она совсем легко доказывается. А именно, несложно понять, что все эти числа действительно сопряжены с f от альфа. Давайте вот это поймем. Итак, вот почему f от альфа и этого сопряжено с f от альфа. Но для этого давайте сделаем вот что. Давайте возьмем минимальный многочлен. Вот нашего числа f от альфа, которого мы ищем сопряженного. Так. И что мы в него подставим? А давайте мы подставим в него другой многочлен f от x. То есть возьмем композицию многочленов, да? f от x, а еще внешний минимальный многочлен. Вот. Ну тогда какой заведомо корень есть у этого многочлена? Что надо сюда подставить, чтобы получился ноль? Число альфа, конечно, да? Так ведь обозначается, да? А, ну вот с этим индексом, это как раз есть минимальный многочлен. Вот этого числа. Значит, если вместо x мы подставим альфа, то мы, конечно же, получим ноль. Это вот так вот и означается. Вот. Ну что это означает? Смотрите. Многочлен f от x имел рациональные коэффициенты, правильно? Многочлен mu f от альфа, да? Естественно, многочлен с рациональными коэффициентами. Когда вы один многочлен натку вы вставляете в другой многочлен натку, раскрываете скобки, упрощаете, конечно, вы получаете многочлен натку, правда, с рациональными коэффициентами. И смотрите, что получается. У него есть корень альфа, так? Ну, стало быть, как я показал, такой многочлен делится на минимальные многочлены элемента альфа, правда? Это просто какой-то многочлен с рациональными коэффициентами с корнем альфа. Ну, значит, он делится на минимальные многочлены, как вам показать, да? Надо разделить с остатками и показать, что остаток равен нулю. И так, значит, выручается, я не буду переписывать, минимальный многочлен элемента альфа является делителем вот этого многочлена. Ну, отсюда, конечно, автоматически следует, что все корни этого многочлена являются корнями этого, правда же? Раз это многочлена делит этот, значит, если его умножить на еще какой-то многочлен, получится вот это. Значит, все корни делителя, очевидно, являются корнями делимого. А корни вот этого многочлена, это по определению сопряженные с числом альфа. Вот они все, альфа-1, альфа-1. Значит, они все являются корнями вот этого многочлена, правда? Но это означает, что f от альфа-1, f от альфа-n все являются корнями какого многочлена? Ну, уже вот я этого согласна. Но это значит, что они сопряжены. вот мы с вами доказали на теорему в одну сторону по крайней мере да мы доказали что все вот эти числа действительно не зря написаны на доске они действительно сопряжены с числом и фото вот но здесь есть еще другая импликация до в обратную сторону надо доказать что других сопряженных у числа и фото альфа нет вот но вот здесь я сошлюсь на одну теорему который уже доказывать не буду надо просто взять многочлен вот такой который все это все эти числа это корни причем в том количестве в каком они здесь просто то есть пусть там будут какие-то повторы нас абсолютно не было не волнует мы просто возьмем вот такой ну тогда что можно сказать про это что если вы будете здесь альфа-1 альфа-н как-то менять местами то что тогда произойдет ну ничего мне кажется не изменится правда говорят что многочлен как бы симметрично зависит от альфа-1 альфа-н ну строго говорят так говорить не совсем аккуратно потому что альфа-1 альфа-н это как это непеременно это число вот чуть аккуратнее будет обозначить их временно формальными переменными я все равно не собираюсь это доказывать поэтому я скажу там значит этот мегашин симметрично в него альфа-1 альфа-н входит симметрично а тогда его можно выразить по одной известной теореме теореме из алгебры которая проходится в первом семестре на любом мегатическом культуре да что это выражается через так называемые элементарные симметрические многочлены то есть в данном случае просто вот через вот такие числа альфа-1 альфа-н альфа-1 альфа-2 и так далее альфа-н плюс 1 альфа-н то есть через сумму через сумму попавших произведений и так далее через произведение то есть это как раз те самые элементы которые возникают в при раскрытии скобок вот на самом деле вот здесь это то что называется тянем виде вот если вы здесь начнете раскрывать скобки да то у вас качестве коэффициентов при степени альфа будут как раз вот эти вот числа ну там со знаками плюс-минус правда по очереди вот это называется элементарные симметрические многочлены от альфа-1 альфа-н и вот утверждается что любой симметрический многочлен строк говоря от формальных переменных он выражается через элементарные симметрические многочлены от этих переменных это не сложная теорема но тем не менее нужно какое-то время чтобы ее доказать определенная культура я сейчас конечно тратить время не буду вот значит вот есть такая теорема и отсюда из этой теоремы следует что вот то что выписано нас и вот этот нигричный имеет на самом деле рациональный коэффициент почему ну потому чтобы все эти числа все эти числа они конечно же рационально просто потому что это плюс-минус коэффициенты минимального он и башни и так что мы по модуле и теорема которые есть название основная теорема а симметрических многочленов всяких величины граждан выражается через металл и симметрические вот эта теорема доказана потому что имеется рациональный имеет рациональный а это конечно означает что он делится на минимальный любого своего города вот ну все а все значит все сопряженные все фото и все корни вот этого содержится среди корней все значит других спряженных вот эта теорема как видите она совсем несложная да в одну сторону я доказала просто совсем легко ничего не надо уметь кроме того что вы делите многочленный состав но в другую сторону нужно чуть-чуть знать симметрические многочлены нужна одна теорема она тоже на самом деле она несложная вот она доступна что-нибудь вот так что и вот на самом деле используя эту теорему можно догадаться построить правильный 17 уголь вот только если вы знаете как выглядит сопряженные числу f от альфа значит какому-то алгебрическому числу которое вы знаете сопряженные вот вот собственно наверное с этого момента уже начинается содержательная часть лекции сейчас я буду рассказывать как догадаться построить правильный 17 уголь